Не прекращаются обстрелы станицы Луганская. С начала недели здесь сгорели 7 частных домов. Несколько десятков зданий повреждены осколками. Минувшей ночью этот поселок на линии фронта снова пережил масштабную атаку. Чем закончилось, видел Ростислав Сысоев. Вот такие последствия очередного обстрела жилых районов станицы Луганской. В этом доме все сгорело полностью. Во дворе от машины остался лишь металлолом и лишь чудом удалось избежать погибших. Ирина одной из первых увидела пожар. Она и разбудила хозяйку дома, тем самым спасла ей жизнь. Говорит, за считанные часы сгорела вся мебель, личные вещи, автомобиль во дворе. Пожарные приехали слишком поздно. Они во времена обстрелов не приезжают. Не приехали утром. Горела еще кафе Ольга. Горел сзади нас дом. Сейчас хозяйка сгоревшего дома живет у родственников в другом селе. Ее соседи решили не выезжать из станицы. Есть возможность спасти дом как-то. Затушить, если будет пожар. Если уехать, то значит попрощаться с домом. Днем по станице не стреляются. Гранатометы и пулеметные очереди начинают громыхать ближе к вечеру. Снаряды разрываются не только в жилых районах. Эту коллекцию смертельных боеприпасов украинские военные собрали за полторы недели только на одном блокпосту. Это 120-я мина. Прилетают тоже сюда регулярно. Это граната ПГ-9. Стреляет БМП-1 и СПГ. Такими гранатами. Этот блокпост расположен на въезде в станицу Луганскую со стороны неподконтрольной территории. Здесь украинские военные говорят, их главная задача остановить возможное наступление. Они на возвышенности. Они имеют возможность набагато прицельнейше и точнейше бить по нас, чем мы отвечать им. Но ничего. Украинские воины, на каких шахах они шукают. Станица остается самой горячей точкой вдоль всей линии разграничения в Луганской области. Ростислав Сысоев, Константин Слюсар, Вадим Погребной. Специально для телеканала Донбасс.